Компания «Волга Трейд» представляет свой новый проект – автодом класса люкс для увлекательных путешествий и охоты на базе «Урал Некст». Забегая вперед, нужно отметить, что проект получился интересным, объединяющим в себе нестандартные решения. Но давайте обо всем по порядку. По желанию клиента, автодом получил минимальные доработки шасси и кабины, чего не скажешь о шестиметровом фургоне. Он состоит из четырехслойных сэндвич-панелей с утеплением, достигающим 100 мм. Покраска в серый матовый цвет по-своему выделяется на фоне стандартных цветовых решений, подчеркивая строгий и брутальный образ внедорожника. Пройдем вокруг и рассмотрим навесное оборудование подробнее. Первое, что мы видим по правому борту – входная дверь. Под ней находится контейнер с выдвижной лестницей. Она не только большая и удобная, но и достаточно легко раскладывается. Здесь же рядом находится контейнер для бензинового генератора, мощностью 3,5 кВт. На стеновой панели также расположилось окно в гостиную зону, а в задней части под фургоном установлен ящик с элементами управления гидроэлектростанцией. Посмотрим на левый борт. Здесь также находятся окна в гостиную и спальную зоны. Сзади в нижней части расположились два багажных люка. Один из них ведет в технический отсек, предоставляющий доступ к обслуживанию оборудования. Второй скрывает за собой просторный багажный отсек для габаритных вещей. Также здесь находится горловина для залива чистой воды в бак. Далее перейдем к задней панели фургона. Специально для заказчика и его любимого кроссового мотоцикла был разработан эксклюзивный кронштейн для одновременного крепления запасного колеса и двухколесной техники. Давайте посмотрим, как он работает. Кронштейн обладает гидроприводом и управляется дистанционно с пульта при помощи одного человека. При необходимости модуль с мотоциклом можно легко снять и оставить в гараже или расширить свои возможности во время путешествия и получить кучу эмоций, рассекая на мотоцикле по горам, песку или даже снегу. Также на задней панели расположен съемный дымоход и лестница на крышу фургона. Давайте поднимемся по ней. Первое, о чем хочется сказать, на всю ее поверхность нанесено антискользящее покрытие. Далее глаз падает на экспедиционный багажник и вмонтированные в него усиленные крепления для маркизы тентов. Они установлены по обоим бортам фургона. При своих размерах 5,5 на 2,5 метра маркизы отлично справляются со своей основной задачей – защита от солнца и легких осадков на стоянке. Давайте посмотрим, как они работают. Также на крыше установлены два люка и комплект солнечных панелей, помимо которых на борту есть целый энергоблок с отдельными аккумуляторами емкостью 300 Ач с инвертором 220 Вольт, внешним вводом и автоматической зарядкой от шасси. Экскурсия по навесному оборудованию подходит к концу, и нам пора переходить внутрь. Пространство внутри включает в себя классическую гостиную зону, большую кухню, отдельную хозяйскую спальню и сауну, сочетающую в себе и душевую, и санузел. А теперь более подробно пройдемся по каждой зоне. На входе в фургон расположена панель управления и контроля автодомом. Здесь и управление светом, и уровень воды, и включение питания 12, 24 и 220 Вольт, а также уровень заряда аккумуляторов фургона. Отдельное внимание хочется уделить прибору Трума Комби. Он отвечает за отопление фургона и нагрев воды. Прибор работает на бытовом газе. К слову, автодом спроектирован так, что на газе работает не только автономный отопитель и бойлер, но и варочная поверхность с холодильником. Это позволяет существенно сократить расходы электроэнергии. А для того, чтобы постоянно не думать о запасе газа, в надрамнике установлен внушительный газовый баллон объемом 120 литров. Не забыли мы и про безопасность. По фургону установлено несколько газоанализаторов, автоматически блокирующих подачу газа из баллона при малейшей утечке. Также над входом в фургон находится стационарное управление маркизами, дублирующее путь дистанционного управления. Пройдем далее. Здесь мы видим шкаф-гардероб для верхней одежды и шкаф для вещей, оборудованный створками жалюзи, которые удобно открываются и не занимают места в проходе. Далее по курсу – гостиная зона. По желанию клиента и для большей практичности, стены отсека покрыты гладким армированным пластиком. Известные по многим нашим проектам спальники-трансформеры и раскладной стол позволяют создавать разные варианты трансформации, которые вы сейчас видите. Над столом находится телевизор и экран видеосвязи с водителем. Также в стол вмонтированы не только розетки 220 вольт, но и четыре выхода USB, позволяющие напрямую зарядить любой гаджет. Не можем оставить без внимания и большое количество навесных шкафчиков по периметру отсека, в которые можно разместить все необходимые вещи. За освещение зоны отвечают светодиодные плафоны, два окна и люк. Кстати, если кто-то еще не знает, они имеют встроенные москитные сетки и шторки. Для создания приятной атмосферы вечером по периметру настраивается RGB-подсветка. Пора двигаться дальше. Ни одна хозяйка не будет против такой большой кухни. На столешнице из искусственного камня расположились мойка с горячей водой, варочная поверхность и блок розеток 220 вольт. На фартуке из термостойкого композитного материала находится вытяжка с подсветкой и несколько навесных шкафчиков. Под столешницей скрываются напольные шкафы и холодильник «Дометик», работающий как от газа, так и от солнечных батарей или 220 вольт. Отметим, что напротив кухни, в шкафу с полками, вмонтирована вместительная морозильная камера. Двигаемся далее. За сдвижной дверью находится хозяйская спальня. Это полноценная двухметровая кровать с ортопедическим матрасом. Это мягкая обивка стен, это все те же навесные шкафчики для вещей. Есть и окно, и люк, и розетки под рукой. Одним словом, здесь есть все для комфортного отдыха. Свет в отсеке плавно регулируется. Под кроватью скрывается огромный отсек с коммуникациями. Прежде всего, это бак для воды на 300 литров и насосная станция, автомобильный кондиционер с разводкой по фургону, а также уже известная нам Трума Комби. Дополнительно, нам удалось разместить здесь еще один багажный отсек с доступом внутри фургона. Смещаемся влево. Здесь находится дверь с подобием иллюминатора, но через него не получается разглядеть то, что за ней скрывается. Что ж, заходим внутрь. Надо сказать, что пространства здесь не так уж много, но используется оно на 100%. Первое, что мы видим, это классическая сауна с дровяной печкой и отделкой качественными породами дерева, такими как липа, кедр и абаш. На полке смогут разместиться, сидя, три человека, либо один из них может полностью лечь. Удобно, не правда ли? Внутри полка внушительное пространство для хранения дров, расход которых, к слову, в таком небольшом и хорошо утепленном гидроизолированном помещении минимальный. А теперь время основной фишки этой сауны. Простым движением руки часть полка складывается, и мы получаем полноценную душевую зону. Отметим, что пол всей сауны представляет собой цельный акриловый поддон, исключающий возможность попадания воды куда-либо, кроме специально предусмотренных сливов. Но и это еще не все. Под полком крепится небольшой биотуалет, который при необходимости достается и устанавливается в душевой зоне. Внутреннее освещение сауны имеет два режима – стандартный яркий и комфортный многоцветный. На этом все. Более подробное описание проекта, множество фотографий и виртуальный тур вы найдете на странице нашего сайта kung.ru. Ссылка будет в описании. Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, если было интересно. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики. Путешествуйте с комфортом! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok